Хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Меня зовут Екатерина Джога, я являюсь дистрибьютором компании Армель в квалификации директора 25%. И сегодня для меня выпала честь проводить для вас вебинар, тема которой – работа с возражениями клиентов. Я считаю, тема очень актуальная. Кто со мной согласен, пожалуйста, напишите в чате. Я вижу, многим она актуальна, поэтому давайте начнем. Давайте разберемся, что же такое возражение. Возражение – это, по сути, вопрос клиента, на который нам следует дать убедительный ответ. И возражение клиента не означает прямого нет, а является запросом на дополнительную информацию, на дополнительных аргументов в пользу нашего предложения. Скажите, пожалуйста, вы бы стали кому-то возражать в чем-либо, высказывать свои сомнения, опасения, задавать вопросы, если бы для вас это все было абсолютно неинтересно? Напишите, пожалуйста, в чат. Нет. Нет. Да, я тоже думаю, что нет. Зачем тратить свое драгоценное время на безрезультативные разговоры? И так везде, друзья. Люди не задают вопросов и не возражают, если продукт их абсолютно не интересует. Другими словами, если у человека есть возражение, то он заинтересован. И для нас это большой плюс. Возражение – это хорошо. И мы будем уже знать, в принципе, в каком направлении, в каком ключе вести нашу дальнейшую презентацию и какую информацию дать клиенту. И сегодня я буду с вами делиться своим опытом, делиться тем, что именно у меня эффективно работает. И перед презентацией я хотела бы сказать такие вещи, что самый важный принцип в работе с возражениями – это техника согласия и присоединения. То есть ни в коем случае мы не должны спорить с клиентом, не должны что-то доказывать. Мы должны согласиться с ним и присоединиться. А затем мы уже приводим свои аргументы. Так, и сейчас я включу вам слайд. Секундочку. Давайте начнем с самого любимого моего возражения – это духи нестойкие. Напишите, пожалуйста, в чат, кто сталкивается вообще с таким возражением и как часто оно встречается у вас. Возражение от духи нестойкие. У кого такое встречается? Очень часто есть такое. У Енины Олеговича очень редко бывает. Отлично. Знаете, вот по своему опыту я разделила это возражение людей, встречающихся с этим возражением, на две категории. Сейчас я включу слайд. Первая категория – это человек сам не пользовался, прочитал какие-то отзывы в интернете, услышал от своей знакомой, что ее знакомая когда-то сто лет назад покупала наши духи, ей там не пахло, и она сказала, не покупайте. И вторая категория – это человек сам пользовался нашими духами, и ему не понравилась стойкость. И вот для того, чтобы понять, из какой категории человек, чтобы знать, как с ним работать, нужно понять, из какой категории человек. И для этого мы задаем простой вопрос. Допустим, Настя, а вы сами пользовались духами компанией Армы? И, судя уже по ее ответу, мы будем знать, как нам действовать дальше. Допустим, нам попался человек из первой категории, который сам не пользовался, и судит по отзывам либо интернета, либо знакомых. Ну, допустим, она говорит, нет, сама не пользовалась, но прочитала очень много отзывов в интернете, там, что столько всего пишут, что не покупайте, либо знакомая сказала, что нестойкие, не стоит тратить своих денег. Такое часто встречается. Нам нужно согласиться и присоединиться. Да, Настя, как мне это знакомо? Я из-за отзывов в интернете, ну, либо отзывов знакомых, знакомый, что она там нам ответит, из этого выбираем, да, очень долго откладывала знакомство с духами этой компании, пока не осознала, что лучше один раз попробовать иметь наконец-то свое мнение. Ведь я ничего не теряю, и правда, я тогда ничего не потеряла, только приобрела духи шикарного качества. Поэтому предлагаю вам попробовать и иметь уже свое личное мнение. Я вам помогу подобрать шикарный аромат и сразу скажу примерную стойкость данных духов. То есть, что тут важно, когда мы сталкиваемся с таким возражением? Наша презентация должна по большей части содержать информацию о стойкости, от чего зависит стойкость, какие факторы на это влияют. И вы должны знать стойкость по классификациям аромата, да, если, в общем, это свежие, там, какие-то цитрусовые, то 3-4 часа, ну и так далее. Я думаю, вы все это знаете. То есть, подбираем аромат и консультируем уже по стойкости. Сейчас прочитаю, что вы мне пишете. Алло, ну вот смотри, ты говоришь, как низко, если аромовизитница, мне один день не пахнет. То есть, ты сразу ей аргумент, да, сначала нужно согласиться с ней и присоединиться. Это добавит доверие, и ты наладишь контакт с клиентом. Ну, это лично мое мнение, я вот так вот работаю. Следующая категория – это когда человек пользовался сам, и ему не понравилась стойкость. Сразу скажу, с этой категорией сложнее работать. И прежде чем начинать отрабатывать это возражение, нужно понять, идет ли человек с нами на контакт. Если он, допустим, ну с нами нормально, адекватно общается, отвечает на наши вопросы. Так, ребят, звук есть? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Звук есть. Валя, перезайди. То есть, если он, клиент с нами адекватно, нормально общается, отвечает на наши вопросы, то мы уже можем отработать это возражение. Но если он проявляет негатив, отмахивается, там, да, все, я пользовалась уже один раз, и все. Ну, бывает такая категория людей, которые один раз попробовали, им не понравилось, их очень сложно уже переубедить обратно. И с такой категорией людей лучше пожелать ей всего доброго, с улыбочкой, и уйти, развернуться и уйти. Вот, если, то есть, клиент идет на контакт. Допустим, отвечает, да, пользовалась, не держится вообще, ну вот вообще, я вот их вообще не чувствовала. Нужно спросить, Настя, окружающие чувствовали аромат на вас? Возможно, он вам идеально подошел. И рассказываем, что аромат подходит идеально, если, допустим, мы его после нанесения слышим от 30 минут, там, до 30 часа, да, а потом только окружающие. Важно это сказать человеку, что это нормальное состояние, многие об этом не знают. Вот, спрашиваем, да, окружающие чувствовали на вас аромат? Я не чувствовала, окружающих не спрашивала. Ну, там у нас не очень настроенная дама попалась. Вот, тогда спрашиваем, какой номер аромата дали, каким номером аромата пользовались. Для чего? Для того, чтобы узнать, возможно, она и правда легкий аромат приобрела, пользовалась, да, и, допустим, у нее там обоняние слабое, что она его вообще не чувствовала. Либо, если она скажет, что она пользовалась 139-м, 104-м, какие там у нас еще, 105-е, и она его не чувствовала, то это уже очень интересный вопрос, который тоже можно выяснить, да. Ну, вот у нас 112-й аромат она покупала. Здесь нужно еще спросить, в какое время года пользовалась она им. То есть, рассказать здесь о сезонности аромата, о жарком времени, о холодном времени. То есть, если это было очень-очень жаркое лето, то, в принципе, вот именно этот аромат будет очень ярко, быстро раскрываться, но и стойкость его будет ниже, потому что в жаркое время года у нас аромат испаряется с кожей намного быстрее. И либо в холодное время года, да, нужно объяснить, что в холодное время года все-таки свежие цитрусовые ароматы очень медленно раскрываются и не так ярко, поэтому она тоже могла его не чувствовать. И можно тут рассказать, что легкие там, ну, рассказать об этом аромате, в какой сезон им предпочтительнее пользоваться. И еще задаем такой вопрос. Настя, вспомните, пожалуйста, когда вам подбирали аромат, вас предупреждали, что именно этот аромат легкий, его стойкость 3-4 часа, его желательно обновлять 1-2 раза в день. Ну, она говорит, нет, не говорили, либо не помню. И тогда я делаю, я говорю следующее. Давайте так, я вам предлагаю сделать профессиональный подбор аромата, подберем шикарный аромат, и я вам сразу скажу, сколько примерно у них стойкости, потому что я практически всеми пользуюсь и могу вам рассказать, как они себя ведут в жизни, в реальность. И если отрабатывать возражения именно таким способом, на моем опыте 80% соглашается на повторный подбор аромата, и где-то процентов 60% покупают у меня духи. Но есть, остается такой маленький процент, 20%, которые из той категории людей, которые один раз попробовали, и их уже не переубедить. Сейчас прочитаю чат. Да, Марин, такое очень часто встречается, особенно в коллективе. Я, кстати, хочу вам сейчас рассказать тему коллективов, о своей недавней такой ситуации. Меня позвали в коллектив, собралось, наверное, человек 8-9. Я уже там разложила на столе визитницы, аромовизитницы, папки, начала уже, сделала краткую презентацию, что за компания, что за духи. Вот, все заинтересовались. Начала уже подбирать кому-то аромат, и тут мимо проходит еще одна сотрудница со шваброй. И такая говорила, а что это за вода у вас? Что это вы за воду продаете? Ну, я начала ей нормально объяснять, что это компания Армель, что это духи, это концентрация 20%, это не туалетная вода. На что она такая, Армель? Ой, девчонки, не тратите своих денег, они вообще не держатся, они вообще не стойкие, они вообще не пахнут. Вообще, Армель? Нет, никогда в жизни больше я духи этой компании не возьму. Я смотрю, такая-то, сотрудницы начинают переглядываться, кто там два шага уже назад сделал. Ну, думаю, надо как-то спасать ситуацию, потому что, ну, много человек бы у меня там хотели купить, потому что уже половину выбрали. Вот, и я начинаю задавать своей этой сотруднице со шваброй, сколько она чувствовала аромат по времени после нанесения, и чувствовали ли от нее окружающие, на что она негативно ответила, что я вообще его не чувствовала, нанесла, как будто вообще воду полила, какой-то водой, и все, и вообще не пахнет. Я тогда спросила, какой же номер аромата она приобретала. Она приобретала как раз-таки, сказала, вроде 112, по-моему, 112, да, точно. Но я ей объяснила, что 112, в принципе, он легкий дневной аромат, что это цитрусовый аромат, и он долго, в принципе, держаться, не 3 часа максимум, вот. Ну, тут сотрудницы все слушают, пересматриваются. Я еще задала ей тоже вопрос про сезонность аромата, то есть какое время года она его на себя наносила. Вот, и то есть это все слышали и с интересом наблюдали за нашим диалогом. В итоге я ей предложила, говорю, давайте сделаем так. Я сейчас вам нанесу, а у меня 112 был открытый, в сумочке лежал. Говорю, нанесу вам аромат, я все равно сейчас буду тут минут 30-40 проводить подбор индивидуальный каждый. Вот, мы на вас нанесем, а вы пока походите, позанимаетесь своими делами, и в конце подойдете, и мы заценим, то есть посмотрим, держится он или не держится, чтобы не быть голословным, на что она махнула рукой, ничего я наносить на себя не буду, хлопнула в дверь и ушла. Ну, ситуацию, скажу я вам так, спасла, потому что задавая вопросы такие, я показала свою профессиональность, что я не просто там пришла дать понюхать там пробники, кто что закажет, сам кто выберет, то есть я знаю, когда пользоваться ароматом, сколько, какого аромата, стойкость, ну, то есть показала свою профессиональность. То есть все успокоились, обратно подошли к столу, и мы начали, то есть уже подбирать ароматы. Через минут 30 эта сотрудница со шваброй опять идет мимо, а тут я уже вытащила, выложила на стол открытые флаконы, я всегда с собой ношу открытые флаконы, у меня их около 12 штук из разных коллекций, и мужские беру у мужа, полочки всегда с собой, он меня всегда ругает, приду, нет духов, где духи мои? Ну, конечно, выкатите в сумке, где же они еще? Вот, что-то я сбилась в смысле, что я вам рассказывала. А, ну, то есть вот она увидела эти флаконы и такая с прищуром смотрит на меня, а у вас только духи или туалеты тоже есть? Концентрация одна и та же, я говорю, нет, у нас концентрация одна и та же 20% это только духи. И флаконы вот только такие? Я говорю, да, флаконы только такие. Она говорит, ну, нет, я покупала армели, у меня был синий флакон. Ну, я тогда уже поняла, в чем дело, готова была ее убить, но своим видом не показала. То есть она 9 человек чуть не спугнула моих потенциальных клиентов. Вот, ну, я ей спокойно объяснила, что эта компания совсем другая. В принципе, я знаю, о какой компании вы говорите, поэтому духами армели вы, в принципе, не пользовались. На что тут коллектив ее начал ругать, что она там сбила их с толку, наговорила, сама не знает чего. Вот, ну, итог моей презентации такой, что я продала там, по-моему, 4 флакона сразу, еще звонили мне, потом заказывали флакона 4. Вот, такие ситуации бывают. Даже люди, которые точно не знают, чем они пользовались, они могут вот так вот испортить презентацию в коллективе. Вот, но главное в этом деле не растеряться. Главное задавать вопросы соответствующие, которые вам помогут понять ситуацию. Вообще, в принципе, почему ей что-то не понравилось, да? Так, следующее наше возражение. Нет денег. Кому встречается такое возражение? Ну, сейчас нет денег. Нет, купил бы, но нет денег. У кого встречается такое? Ни у кого не встречается. Друзья, у меня встречается. И здесь важно уточнить. Сейчас я вам включу слайд. Нет денег. Здесь важно уточнить, истинное это возражение или ложное. Правда, у человека нет денег, бо он хочет от нас просто отмахнуть. Да нет у меня денег, отстаньте. Все, идите, ничего покупать я не буду. Все, отстаньте. Вот, ну, во втором варианте мы просто желаем всего доброго. До свидания. Всего вам доброго. Если, то есть, задаем вопрос, чтобы понять. Настя, я правильно вас поняла? Вам понравились духи, и вы хотели бы их приобрести? Ну, она, например, отвечает. Да, понравились, но сейчас вот просто, ну, нет возможности купить. Вот потом бы я купила. И тогда варианты моих действий. Я предлагаю рассрочку до зарплаты. То есть, если у меня есть флакон в наличии, я могу ей оставить, а она в день зарплаты мне переводит на карту сбербанковскую. Вот. То есть, вот так вот я работаю очень часто. У меня, скажу вам, процентов, наверное, 60 покупают в рассрочку до зарплаты. Берут, то есть, в долг. То есть, я вот так вот работаю. Ну, и либо, если ей, ну, я не люблю быть кому-то должна, кто-то там ответит, нет, я так не могу, нет, нет, нет. Тогда я спрашиваю, когда ей будет актуально и какого числа мне прийти и принести ей понравившийся аромат. Вот. Там уже мы договариваемся с ней. Обязательно, друзья, обязательно оставить клиенту свои контактные данные, визитку, прайс, номером, что-то оставить. Можно блотер пропитанный, пропитать хорошо блотер, который аромат ей понравился. Если у вас, и оставить, да, если у вас визитки от компании, да, льняные, то вы можете на свою визиточку нанести этот аромат, то есть, дополнительно будет ей напоминание, да. Вот. Обязательно записываем ее номер телефона, обязательно. Фамилию, имя, если фамилию уж не дает, где вы этого клиента встретили, где он там работает, если вы холодным контактом работали, чтобы вы могли с легкостью вспомнить. И обязательно пишем номер понравившегося, заговариваюсь, номер аромата, который понравился. Вот, это обязательно. Смотрите, многие у меня партнеры пишут, как взять номер телефона, мне вот, допустим, мало кто дает. Я обычно говорю так, ой, там, Ирин, слушай, слушайте, давайте я запишу ваш номер телефона, у нас часто проходят акции какие-нибудь там с подарками, возможно, на ваш аромат какая-то скидочка будет. Я ваш номер телефона запишу, если что-то такое будет, я вам просто смс-ку скину, если вам будет актуально, вы мне перезвоните. Все дают номер телефона. Акции, скидки, подарки, все любят, все. Ребята, вы меня слышите, хорошо? Как меня слышно? И слышно ли меня вообще? А то, может быть, я для себя рассказываю. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кто меня слышит хорошо. Ага, все, это у меня чат завис. Все, теперь все, вижу. Вижу. Все, спасибо. И следующее. С этим все понятно? Как номер телефона брать 100%, когда его дадут? Понятно? Отлично. Следующее наше возражение – дорого. У кого встречается возражение дорого? У меня на самом деле, поделюсь с вами, встречается это возражение очень часто, потому что я работаю в деревнях, в поселках, то есть люди, привыкшие к компаниям на О и на А, и для них это дорого, они считают. Бывает тоже, у кого часто, у кого редко. Ну, то есть, как я вижу эту ситуацию, то есть, есть, опять же, две категории людей, которые говорят, дорого это возражение. То есть, первое – это человек просто не видит разницы между духами туалетной и парфюмерной водой, поэтому считает глупо переплачивать. Берет он там в Эйвоне за 400, 500, 600, 700, 800 рублей, и его, в принципе, нормально хватает, а вот я пришла, тут за полторы тысячи ему предлагаю, ну, в принципе, зачем ему переплачивать, да? Он не понимает. И есть эта категория, человек просто не может себе позволить духи. Так. Да, Арифейн и Эйвон. Значит, сдаем мягко, корректно, вежливо, войдя в ее положение вопрос. Настя, мне очень важно знать, вы считаете дорого для наших духов или это дорого для вас? Вот. То есть, вот мягко, корректно, нужно не высмеивать, не с издевкой там, чтобы это получилось прям в меру все. И уже по ситуации, да, из какой категории наш потенциальный клиент, мы уже отрабатываем данное возражение. Допустим, человек не видит разницу в качестве. Настя, а можно узнать, с чем вы сравниваете? Ну, чтобы знать, да, с чем он пользуется. Ну, допустим, Арифейн и Эйвон. Настя, то есть, присоединяемся, даем свое согласие, присоединяемся. Настя, согласна с вами. Я тоже раньше так думала и тоже была клиентом этих компаний. Но это все туалетные воды. А я вам предлагаю именно духи. Для сравнения, в туалетной воде содержится 5-9% ароматической эссенции, а в наших духах 20%. Человек не разбирается в парфюмерии, и у него, в принципе, такой немой вопрос. О чем мне эти проценты, да? И вы сразу, то есть, в этом ответе и раскрываете это все. Это влияет на богатое звучание аромата. У нас они ярко раскрываются в три ноты и оставляют пленительный шлейф. Говорим образами, да, сладко, вкусно. На цену аромата еще влияет состав. А он у нас безопасен для здоровья химических закрепителей. Хорошее качество не может стоить дешево, согласны? Впрочем, вы можете сами убедиться. Давайте проведем небольшой эксперимент. И здесь время для нашего классного эксперимента с ложками, которое в 99% сразу убеждает всех. То есть, ну, каждый человек, я думаю, носит в сумочке духи, чтобы обновлять их там в течение дня. И вы можете сравнить наши духи с духами клиента. То есть, он сам смотрит уже, что там остается у него в ложке. Сейчас прочитаю чат. Да, не керосин. Так, давайте следующий слайд. Если человек не может себе позволить. Да, ну, он говорит, ну, да, мне очень понравилось, но сейчас реально нет возможности купить. Ну, как бы для меня это дорого. Тогда какие варианты я могу ей предложить? То есть, я, конечно же, смотрю на человека, на его способности. То есть, все равно первое впечатление может сказать о многом, да? То есть, я могу предложить ей выгодное сотрудничество. Предлагаю ей стать хозяйкой Арома Вечера. Что она делает? Собирает у себя дома, либо в кафе, как договариваемся, своих подруг, знакомых. Я прихожу, провожу презентацию и, как бы, сразу озвучиваю выгоду для нее. Либо я делаю ей сразу хорошую скидку. То есть, я говорю, вот, если ты соберешь, там столько-то человек, я приду, проведу презентацию, у тебя вот скидка будет хорошая. Вот такая-то. Вот, чтобы ее заинтересовало. И либо можно с каждого заказанного флакона ей идет 100 рублей в скидку. Допустим, 6 флаконов купят ее подруге, 600 рублей ей в скидку. То есть, это даже еще больше мотивации будет, и она будет там сидеть на презентации, и говорит, ой, ну классные духи, классные. Если ты возьмешь, не пожалеешь. То есть, она будет подзадоривать своих знакомых к покупке. Вот. Потом я еще могу предложить поработать с Арома Визитницей. И говорю, если, допустим, ты соберешь заказ на 6 флаконов, я подарю тебе в подарок. И если она собирает, я могу уже сразу говорить с ней о регистрации, да. То есть, ты как тебе, как ты собрала легко эти 6 флаконов? Ну да, показала там родственникам, знакомым, они в принципе понравились и вот заказали. Ну и все отлично. То есть, мы тут уже можем предлагать бизнес. Либо я сразу бизнес предлагаю, дополнительный доход. В каких случаях? Это тогда, когда человек, ну нет у меня возможности купить, у меня такие расходы, я там одна воспитываю ребенка, ну я просто себе чисто физически не могу позволить. А вот при регистрации, какая у вас скидка, сколько у вас вообще, как в компании работает, сколько зарабатывает. И когда вот такие вопросы сыпятся, я уже ее приглашаю на встречу и уже рассказываю про бизнес и либо дополнительный доход. Либо я еще могу предложить стать клиентом компании за 100 рублей, и у меня будет целых 3 месяца, чтобы провести там с ней встречу, беседу, да, и чтобы она перешла на статус дистрибьютор. Так я работаю с этой категорией людей. Следующая наша. Всем все понятно? Ребят, какие-то вопросы есть? Угу, спасибо за обратную связь. Следующее возражение, тоже мое самое-самое любимое. Аромат совсем не похож на оригинал. Аромат совсем не тот, запах не тот, да вы что, он вообще раскрывается по-другому. О, не, это не то, не, не, даже уберите, какая гадость. У кого-нибудь встречается такое возражение? Напишите, пожалуйста, в чат, у кого встречается такое возражение? Угу. 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 Ну, смотрю так, 50 на 50, да, у кого встречается, у кого нет. Угу. Угу. Спасибо, ребят, за обратную связь. И сразу вам скажу, что это возражение встречается только у тех, кто неправильно позиционирует наши духи. Кто использует в своем, в своей презентации такие фразы, это аналоги, это эквиваленты, это то же самое, это сходство 99% оригиналом, это то же самое, только качественнее, запахи точь-в-точь. Вот у таких людей эти, это возражение встречается очень часто. Ребят, кто вот работает с такими фразами, пожалуйста, я вам посоветую прям школу посмотреть, или, если вы смотрели, пересмотрите. Александр Шудеговый, в мире Армель, перезагрузка. Прямо вот это вот запишите, и в ютубе прям сразу найдете. Вот так называется это шоу. Александр рассказывает прям досконально, что говорить про наши духи, как позиционировать, как рассказывать. Вот, посмотрите и пересмотрите еще раз. Так, ну, все же, это возражение встречается в нескольких случаях, да. Если, допустим, аромат совсем не тот, это при неправильной нашей презентации, когда мы позиционируем духи неправильно сразу, да, и даем попробовать. Ой, мне вот, допустим, нравится Versace. Ой, у нас есть такой аромат, запах, вот прям вот точь-в-точь. Ну, сейчас сама убедишься, да, даем блотер, и она такая нюхает, да вообще не то, точно это тот дало, дала мне тот аромат. Вот, и начинает говорить, что это совсем запах не тот. Ребят, это вот чисто психология людей. То есть вы сейчас сказали, что она вот такая дурочка. Спасибо, Енина Алексеевна, вот вам школу скинули. То есть она вот такая вот дурочка, покупает духи за 6 тысяч рублей, а у нас вот они намного качественнее, да, это настоящие духи за полторы. То есть вы это варите, да, но она же не дурочка, она, конечно же, найдет подвох, она будет искать этого и отрицать, что нет, это не то, это не то, нет, это не тот запах. Прямо вот так вот. И бывают такие ситуации, когда другие дистрибьюторы работали неправильно, а вы пришли к этому клиенту, и ему уже презентовали духи, как аналоги, копии, подделки, бренды там, ну, понимаете, да? Еще есть такая ситуация. Вот, что я хочу вам сказать. То есть как вообще работать правильно, чтобы это возражение у нас не появлялось? То есть лучше предупредить, чем работать с этим возражением. То есть как я работаю? Я спрашиваю клиента, чем он пользуется, либо чем он пользовался. И если у нас это направление есть, этого аромата, я не кричу, ой, Оксана, у меня есть точно такой же запах, только у нас концентрация духиона раскрывается в три ноты, такие шикарные, яркие, богатые, вообще, и так далее. Вот, испугается, убежит. Ну, и сразу у нее будет в голове такое, что же это я за полторы не покупаю, покупаю за шесть, а тут за полторы, ну, по-любому это какая-нибудь лажа, да? То есть что? Если есть такое направление аромата, отлично, Настя. Теперь я понимаю, в принципе, что вам нравится, и сейчас я вам предложу несколько ароматов в этом направлении. Даю ей три-четыре блота, да? Один из которых соответствует ее аромату, остальные, ну, приближенные к этому направлению, допустим, из разряда свежих, там, четыре, там, три блота, остальных, там, тоже из категории свежести какие-то, да? В итоге она по-любому узнает свой аромат, вот по-любому она его узнает. И вот как показывает практика мне, да слушай, да это же моя эскада, Moon Sparkle, вот это тот же запах. Я говорю, ну, Ирин, ну, возможно, я старалась подобрать максимально близкие ароматы к этому направлению, возможно, очень похож. Она говорит, да нет, ты не поняла, да этот запах тот же, вот прямо это то, это вот эскада. Вот, и то есть я говорю, ну, Ирин, нет, это Armel 115, ну, возможно, что-то там похожее есть, да? И итог итогов. Она счастлива, что нашла такой же аромат по доступной цене. То есть она мне уже доказывает, что ее духи, то есть, которые я блотеры дала, это вот прям то же самое, что ее духи, только оказывается еще и дешевле и по качеству лучше. А не я ей доказываю, что там 99% сходства с оригиналами. Вот, так. Сейчас, секундочку, слайд приключу. Следующее возражение, почему так дешево? Ну, опять же, соглашаемся, присоединяемся. Настя, согласна с вами, Настя, я тоже так раньше думала, пока не решилась разобраться, из чего складывается цена на аромат. У наших духов доступна цена, потому что розлив и упаковка ароматов производится в России. Мы не везем товары за границей и не растамаживаем его. И еще плюс, у нас номерная парфюмерия. Мы не платим за красивые названия, разные дизайны флаконов, рекламу на телевидении со звездами. Товар продвигается с помощью сетевого маркетинга, с помощью меня. И отсюда очень приятная цена. Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Предлагаю продегустировать наши ароматы. Вот. То есть, вот таким образом я отрабатываю это возражение. Так, и следующее наше возражение. Так, ребят, поэтому все понятно? Какие-то вопросы есть? Может, кто-то как-то по-другому отрабатывает это возражение? Делитесь. Следующее возражение. Это копии и подделки. То есть, это копия, это подделка. Опять же, это возражение у вас не появится, если правильно презентовать духи. То есть, при неправильной презентации может это возражение возникнуть. Если оно возникло, либо этот человек уже сталкивался с нашей компанией, какой-то неопытный дистрибьютор объяснял, что это то же самое, типа копия, подделка и так далее. Настя, честно скажу, я раньше тоже так думала, пока не решила разобраться конкретно в этой теме. Наша компания, знаешь, создает духи на основе уже существующих идей о парфюмерном рынке, но не копирует их. У нас ароматы со своей изюминкой. А подделка это точно такой же флакон, упаковка и название. А у нас свои фирменные флакончики, а вместо названия номер ароматов. У нас номерная парфюмерия. Допустим, такая ситуация, у многих же есть визитница, арома-визитница, где изображены фото брендов, либо кто-то работает со старыми прайсами, где тоже есть фото брендов, кому-то так удобнее, да? Вот. И, то есть, если он увидел, говорит, ну вот эти что, копии, подделки, такие же вот флаконы. Я говорю, Настя, фото брендов представлены для удобства подбора. И, в первую очередь, это подсказка для меня. Для того, чтобы я смогла понять, какого направления духи вам нравятся. И благодаря этой подсказке я смогу подобрать вам максимально близкий аромат к желаемому. Все, никаких больше разговоров на этом у меня не бывает. Да, перчинка, можно говорить, перчинка-изюминка. Татьяна, старые прайсы удобнее в том плане, что мы к ним привыкли. Согласитесь. Когда мы к чему-то привыкаем, нам это удобнее. Сейчас мы привыкнем к новым прайсам, и нам будет уже работать удобнее с этими прайсами. Но когда я даже со старыми прайсами работала, я говорила, кто увидит эти флакончики, либо даже я старый прайс давала, говорю, Слушайте, скажите, вы из этих ароматов чем-то уже пользовались? Она говорит, ну вот этим. Тогда я смогу, в принципе, подобрать вам максимально близкий к этому аромат. То есть я не говорю, что, и сразу предупреждаю, что это просто для удобства подбора аромата. Чтобы я знала, какого направления духи вам нравится, и это быстрота подбора. Вот. Поэтому так вот, друзья. У кого есть какие ко мне вопросы? Потому что моя школа, мой вебинар на данную тему закончился. Поэтому жду ваших вопросов, если у вас они остались. Спасибо, Марина. Я очень рада, что школа была в чем-то полезная. Я старалась максимально поделиться со своим опытом. Скажу, это было очень трудно.